Проект «Лидеры юнормии» набирает обороты. Проект «Лидеры юнормии» набирает обороты. Если у вас есть интересный проект по патриотическому воспитанию и он успешно реализуется в регионе, то вы можете поделиться своими идеями с участниками Всероссийского конкурса «Лидеры юнормии». На кону карьерный рост и серьезный денежный приз. Для участия в конкурсе необходимо до 15 февраля высылать свой проект и анкету на адрес Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Лидеры юнормии» 111033 Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, Д. 1-4, СТР. 1. Более подробная информация размещена на сайте движения в разделе «Документы». К участию в конкурсе приглашаются руководители структурных подразделений движения «Лидеры юнормии», военно-патриотические и спортивные клубы, общественные организации и движения патриотической направленности. Соискателям предстоит пройти три тура, в которых требуется проявить лидерские качества и творческий подход к воспитанию молодежи. Победители каждого этапа получат дипломы и сертификаты номиналом от 50 до 300 тысяч рублей. Лучших из лучших рекомендуют для выдвижения в состав органов управления юнормии. Отметим, что за месяц с небольшим главный штаб юнормии буквально засыпали уникальными методиками. Работы присылают со всех уголков страны, ведь региональное отделение движения, в рядах которого сегодня насчитывается уже более 310 тысяч человек, действует во всех субъектах России. Что касается тематики, то здесь тоже представлена вся палитра, от истории спорта и до волонтерства, творчества и военной подготовки. Один из примеров внеклассной работы представила Валентина Туралина. Педагог-организатор из сибирского города Юрги разработала проект краеведческой экспедиции по местам боев крымских партизан. Он стал логичным продолжением истории военно-исторического батальона имени героя Советского Союза Юрия Двужильного, который Валентина Ильинична создала почти 30 лет назад. С 1989 года воспитанники детского дома «Радуга» ищут на территории Московской области и в других регионах места, где воевали их земляки и кузбассовцы. С 2016 года география проекта расширилась. Теперь такие акции проходят и в Крыму.